Шадринск стал участником акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. Организатором этого проекта выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Спецгазель, лаборатория на колесах, припарковалась в центре города, неподалеку от центрального стадиона. Как говорят медики, ВИЧ сегодня не приговор. Главное принимать препараты, благодаря которым можно жить обычной жизнью и даже рожать здоровых детей. Во время акции все желающие смогли пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста. Вот сестра позвала, стоит машина, ну давайте сдадим. Ну, вообще-то и провериться так-то не мешало бы. А тем более идет акция. Чуть-то это, подошли и сдали, и не больно. И подойдем потом, через некоторое время узнаем результаты, все. Врачи подчеркивают, что главная цель акции – информировать население и призывать к осознанному отношению к угрозе заражения ВИЧ-инфекцией. Случайные связи, наркотики, татуировки. Экспресс-тест за 20 минут позволяет определить ВИЧ-статус. Главное, что из статистики я хочу сказать, чтобы не грузить этими сухими цифрами. Главная цифра – это то, что 17 человек еженедельно выявляются новых ВИЧ-инфицированных за Уралией только. И стоит обратить на это внимание. Потому что на самом деле можно всегда обратиться к врачам, например, к эпидемиологам. Есть телефон горячей линии центра СПИД. ВИЧ называют самым хорошо изученным вирусом истории человечества. И при этом произвести прививку вакцины против него ученым во всем мире пока не удается. Главным оружием до сих пор остается информация, как избежать заражения и как жить дальше, если тест окажется положительным. И сейчас есть спокойные методы для того, чтобы вовремя выявить, лечиться. Человек, если он лечится, он не заражает даже своего полового партнера, даже без презерватива. То есть вот на самом деле до этого уже дошел прогресс. Сегодня в мире живут десятки миллионов людей с положительным ВИЧ-статусом. Около 900 тысяч из них в России. По словам медиков, эффект уже виден. Те, кто прошли обследование по акции, привели в спецавтомобиль своих родственников и знакомых. Понимая, что 20 минут, потраченные на тест, могут спасти не одну жизнь. Ведь чем раньше человек узнает о положительном ВИЧ-статусе, тем больше у него шансов прожить долгую и счастливую жизнь.